Кануха ТВ, смотри свои любимые аниме, следи за онгоингами, получай удовольствие от приятного дизайна и быстрого выхода серии. А что меня приятно удивило, так это история просмотра. Теперь я не забываю на какой серии остановился, смотря какой-то многосерийный тайтл. Кстати, сейчас на Кануха ТВ я смотрю седьмой сезон Геройки, а также жду выхода релизных серий Дан Дадан. Хотя тут их уже можно посмотреть, так что заходи и кайфуй. Как я и обещал, сегодня мы поговорим о чем же была манга Моя Геройская Академия. Поговорим о том, что мне понравилось в этом тайтле, что конкретно разочаровало, а также в целом обсудим финал манги и как его видит автор Харикоши. Так что погнали начинать данный видос. Ну а также напоминаю, что пристать свою любимую мангу, мангу Маньхуа, вы сможете на rimanga.org. Здарова, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Моя Геройская Академия рассказывает нам историю о беспричудном персонаже из Укомидории, мечтавшего стать величайшим героем, как и его кумир всемогущий, оказавшего сильное влияние на взросление этого персонажа. Им не нравилось, как автор демонстрировал его тренировки, раскрытие полученных способностей от беззаботных дней, проведенных в Геройской Академии до момента, когда Изаку столкнулся с жестокой реальностью. Как с противостоянием антагонисту манги, так и с проблемами самого общества, на защите которого он и стоял, противостоя злодеям. Именно тогда, столкнувшись с реальностью этого мира, главный герой окончательно сформировал свое мировоззрение, осознав, что проблема была не только в злодеях, ведь изначально все представленные противники не были таковыми по своей сути. А виной тому, что породило их, было само общество героев. Это очень отчетливо прослеживалось в антагонистах Лиги Злодеев, показав в их предыстории несправедливо жестокое отношение как самых близких им людей, так и влияние того самого общества героя. Из этого и родилась мечта Деку. Став на этот путь, Гагай хотел теперь не только стать величайшим героем, но и мечтал изменить этот мир к лучшему. Поэтому-то Изаку и хотел спасти Тумуру Шигараки, судьба которого несправедливо с ним поступила, сделав его монстров, которые теперь презирают большинство людей с его тайтла. Что, как по мне, совсем несправедливо, так как им была совершенно неизвестна его предыстория. К тому же, многим фанатам не понравилось желание протагониста спасти злодея, отобравшего к моменту финальной битвы огромное количество жизней. И хоть я тоже изначально был приверженцем этого лагеря, но чем больше я погружался в прошлое Тенка Шимуры и лицезрев, что не только судьба была к нему неблагосклонна, но и само его рождение было запланировано все за одного, я начал сопереживать этому персонажу. К тому же, идея Мидурии спасти Шигараки хорошо следует его философии, ведь он не только хочет изменить общество, но и побороть проблему, созданную самим обществом. Ведь после победы над ВЗО, Изаку более подробно раскрыл нам свой план. Его спасение Тумуры заключалось не в том, что он вызволит бедного Тенка, потюмает его в лобик и отпустит в Освояси. Нет, Деку прямо сказал, что никогда не простит Шигараки за все, что он сделал, и под спасением он подразумевает избавление от зла, которое скопилось в нем за все это время. Но что мы получили в итоге? Мидурии так и не смог добиться своей цели, более того, ему так и не удалось достучаться к Тенка, поскольку даже в конце своего пути он остался на стороне Лиги Злодеев. Честно говоря, это довольно смелый шаг со стороны Харикоши, ибо не во всех типичных Сёнанах главный герой не смог выполнить поставленную перед собой цель. К тому же еще и какой ценой, поскольку Мидурия поставил на это все, что у него было. Он в буквальном смысле уничтожил свою причуду, лишился самого дорогого, что когда-либо получал в своей жизни, ради того, чтобы не прийти никакому результату. Из-за такого решения главный герой снова стал беспричудным, однако своим героическим поступком ему все-таки удалось исполнить часть своей мечты, а именно изменить общество. Которая после Великой войны с антагонистом осознала, что не только герои могут совершать что-то правильное, но и были вещи, которые могли сделать и сами люди. Ведь именно так они смогут предотвратить несправедливость, порой незаметной даже героям. Собственно таки было предотвращено появление нового Шигараки, когда Хори показал нам изменения той самой бабушки, побоявшуюся помочь Тенка. Но в этот раз она протянула руку помощи тому, кто в этот момент в ней так сильно нуждался. Кстати, многие не заметили, но этот самый мальчик, который чуть не стал новым Шигараки, стал учеником на геройском факультете, и более того, Мидурия был их классным руководителем. Посыл манги моей Геройской Академии был в том, что каждый человек, даже не имея суперспособностей, может стать героем. В чем, собственно, и был скрытый смысл новых статуй обычных людей около постамента Всемогущего. Ведь для того, чтобы сделать что-то хорошее, не нужны никакие причуды, а лишь желание помочь тому, кто в этом нуждается. Олицетворением чего и является наш главный герой. Однако, в ту же очередь, я недоволен тем, что Деку не вырезали должных почестей. Либо на минуточку, он отдал всего себя, подарок Тошинори, свою юность, для того, чтобы окончательно уничтожить все за одного. С которым долгое время не могли справиться все предыдущие владельцы одного за всех, даже Всемогущему пришлось с этим антагонистом нелегко. Кадеку, несмотря на его подвиг, даже не поставили гребаный памятник. Я понимаю, что посыл был другой, но все же, что им стоило сделать вместе с остальными памятниками, поставить памятник еще и Мидури. Я даже не говорю о том, чтобы поставить его рядом со Всемогущим, хотя вообще-то так и должно было быть. Поскольку пока остальные одноклассники ГГ строили свою карьеру как героев, языку постигла участь учителя Юэй. Хорошо, конечно, что в конечном итоге Мидури был вручен роботизированный костюм, который в несколько раз превосходит бронированного Всемогущего. Ибо, если этого не случилось, было бы очень жаль нашего Деку. Ведь вы только представьте, он пожертвовал всем, чтобы спасти остальных, а его детская мечта стать профессиональным героем даже не была бы выполнена. Но благо, спустя 10 лет, как закончилась война с антагонистом и после потери причуды, уже в 25 лет Мидури снова смог вернуться к тому, чтобы быть профессиональным героем. К тому же, так были еще раскрыты настоящие чувства Бакуга, ведь после всего этого он просто не мог нормально жить, не соперничая с главным героем, показывая, насколько сильно ему была важна их дружба. Героика навсегда останется в моем сердце. Да, финал не идеален, но и мы совершенно не идеальны, и Харикоши хорошо показал это в своей работе. И если кому-то важна оценка, то я бы поставил этой манге 8,5 из 10. Но в ту же очередь, очень грустно, что автор забыл про самую глобальную проблему этого тайтла. А именно о том, что с каждым поколением причуды в обществе сильно эволюционируют и в конечном итоге могут вообще выйти из-под контроля. Об этом упоминал доктор Гараки, то бишь так же, как и Деку стал последним носителем одного за всех, поскольку если бы кто-то еще получил эту силу, он мог бы просто умереть. Но так же причуды и остальных могут дойти до такой критической точки, что их тело просто не выдержит. Да, Урарака создала проект, дабы консультировать молодое поколение по использованию своих причуд. Но что они будут делать, когда причуды выйдут из-под контроля? Вот только как бы то ни было, автор словно забыл об этой теории Гараки, а ведь не раскрыть такое довольно огромное упущение. Идя далее, нам таки не показали продвижений отношений Деку и Очаку. Хотя вторая буквально прямым текстом говорила, что любит его, да и Гага вроде неровно дышит к ней. Но вместо того, чтобы показать нам, как развивается их любовная линия, нам дали только небольшой фрейм, где Мидори и Урарака гуляют вместе. И пускай читатели сами догадываются, стали они парой в конце истории или нет. Они раскрыли также и отца Деку, про него буквально не упоминалось с первой главы манги. Из-за такой тайны даже гуляли теории о том, что отцом главного героя мог быть сам ВЗО, особенно зная, как на этот свет появился Тенка Шимура. Но по итогу, Хисаши Мидори оказался совершенно ненужным этой историей. Только тогда зачем нужна была эта неизвестность? Ибо если он никак не повлияет на сюжет, можно было тогда хотя бы какой-то разговор семьи Мидори показать по телефону. Ибо блин, там твой сын весь мир спас, везде обговаривали эти новости, а Хисаши даже не соизволил позвонить. И проблема такого финала манги, как по мне, является такой сжатый эпилог. Ведь я уверен, что если бы Харикоши так сильно не спешен, он бы смог включить все это в мангу. Но как видим, этого не произошло. Пишите свои мысли, как вам в целом манга Моя Геройская Академия, что вам больше всего понравилось в ней, а что не понравилось? И какой лично бы вы хотели видеть финал этой манги? И также не забывайте, что приставить свою любимую мангу, и не только, вы сможете на rimango.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok